Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, вы на канале Таганай. И сегодня я хотел бы коротко поделиться своими впечатлениями от просмотра девятого эпизода Звездных Войн, Скайуокер и Восход, завершения новой трилогии. Поехали! Давайте будем честными, после седьмого, а особенно после восьмого эпизода, вряд ли кто-то ждал чего-то хорошего от девятого. То, что мертво умереть не может. Ну, действительно, а на что там смотреть? На приключения одномерных персонажей во вселенной, в которую невозможно поверить и не хочется верить. Всех старых героев, которые своей предысторией и харизмой как-то могли тащить франшизу на плечах, быстренько выпилили, потому что хватит жить прошлым, прошлое должно умереть. И в итоге в Звездных Войнах смотреть теперь особо не на что. Убийство вселенной началось седьмого эпизода, где нам представили мир, рвущийся по швам от своих нелогичностей, допущений и внутренних противоречий. А восьмой эпизод, в лучших традициях ситхов, возвел все это в абсолют. Ну, точнее, не все, а абсурдность и карикатурность происходящего. И, боже мой, ну вот не надо говорить, что Звездные Войны всегда были такими глупыми, наивными. Нет. Оригинальная трилогия существовала в рамках мира, пусть фантастического, но связанного внутренней логикой. Были прописаны или обозначены законы этой вселенной, и она им следовала. Она была живая, в нее верилось, так как противоречия не резали глаз. Примерно в похожей вселенной существует сейчас сериал Мандалорец, который приятно смотреть, и мир в нем кажется живым, потому что он не противоречит сам себе в каждом следующем кадре. Да, с появлением приквелов ситуация стала заметно хуже, так как произошло резкое расширение и усложнение вселенной, из-за чего дыр и нелогичности стало заметно больше. Но все это цветочки по сравнению с новой трилогией, которая нарушает не только законы Старого Мира, но и свои собственные, а главное, законы логики и здравого смысла. И ведь кто-то говорит, что восьмой эпизод был смелым и прорывным, потому что ломал привычный шаблон. Да, он ломал шаблон, а также логику целого мира. Целой вселенной Звездных Войн, не предлагая ничего взамен, никакой идеологии, никакого смысла, кроме разве что идеологии различных движений за социальную справедливость и феминисток в виде сильных и независимых женщин на всех главных руководящих ролях. И я не против подобных персонажей, когда это обосновано либо сюжетом, либо внутренней логикой повествования, но тут этого не было. Нам просто это дали и сказали хавайте. Девятый эпизод становится апофеозом этого мракобесия. Новое зло в виде ожившего Палпатина, это, кстати, не спойлер, никчемно, потому что оно ранее себя никак не проявляло, не было вот этой зловещей тени. И здесь оно также появляется внезапно и бессмысленно. Оно просто не успевает нас напугать, так как оно еще ничего не сделало и не сделает, понимаете? То есть, примите как факт, эти ребята плохие, безо всякого вменяемого мотива и, кстати, вообще без связи с предыдущими двумя фильмами новой трилогии. Да, сюжет внезапно полностью оторван от предыдущих картин новой трилогии, как будто их просто не было. А зачем они тогда были нужны? Познакомить с вселенной и новыми персонажами. Ну, поздравляю, именно с этим они максимально облажались. Мне плевать на эту вселенную, мне плевать на этих персонажей. А на кого было не плевать, их быстренько слили. Ну, видимо, чтобы одеяло на себя не перетягивали. Новые герои трилогии пустышки. Они не растут, не развиваются, лишены конфликта и поэтому не вызывают никакой эмпатии. Да даже самому фильму они не нужны. Убери Фина из сюжета девятого эпизода не изменится ничего. Вообще ничего. Если По как-то двигает сюжет, то Финн просто бегает рядом. Кстати, вспомните, в восьмом эпизоде была та же фигня. Линия Фина вообще никуда не вела, ее можно было смело вырезать. Но, видимо, Финн существует в новой вселенной, потому что это... не... просто классный интересный персонаж. Зато Рей теперь уже не просто Мэрисью, а практически какое-то божество в совершенстве, овладевшее силой, способное исцелять прикосновениям и даже воскрешать, а также противостоять мощи всех поколений ситхов. Как она овладела такой силой, как пришла к такой мудрости и самоконтролю? Да никак, ей просто все дается легко само. Она же такая хорошая, милая, добрая девочка Рей. Куда там ничтожному люку, который, как оказалось, и Палпатина убить не смог, и орден не возродил. А мужики, че они могут? То ли дело Рей. Наш чемпион. Испытания темной стороной, гнев, нетерпение, страх. Там, где ломались или почти ломались персонажи всех предыдущих частей франшизы, Рей просто нахмурит бровки и скажет «Я не такая». И все, победа света! Если Люк побеждал императора через самопожертвование и принятие мучений за грехи своего отца в надежде пробудить в нем искры добра, то Рей просто побеждает, потому что она сильная и добрая. Нет, не было ни долгого обучения, ни мудрых наставников, ни работы над собой и своими страстями. Это для никчемных мужиков, а умничкам девочкам все само дается. Единственный момент, создавший какой-то конфликт, и я не буду спойлерить, это связано с Рей и Чубаккой, тут же сливается и обнуляется. Тут же, буквально через пару секунд. Браво, Дисней! И в итоге все скатывается к какой-то дешевой супергероике, к комиксам Marvel, где джедаи это супергерои со сверхспособностями, а ситхи это сверхзлодеи, и вот в их противостоянии вершится судьба галактики. И вы скажете, ну оно всегда так и было? Да нет, нифига не было. Вспомните финал оригинальной трилогии, где Люк сражается с императором по сути за душу своего отца, а судьба восстания, а соответственно и судьба всей галактики решается в сражениях звездных флотов и в действиях диверсионной группы, то есть судьбу галактики вершат простые люди, а сражение супергероев и суперзлодеев по сути имеет гораздо более локальное значение. Но ничего, в девятом эпизоде судьбу всей галактики, судьбу всех галактик будет решать один единственный человек, угадайте кто. В итоге девятый эпизод просто скучно смотреть. Может показаться, что он затянут, хотя там все время что-то происходит, но это неинтересно. Красиво? Опять же, ничего особенного, я не понимаю визуальных восторгов. Видимо их раздают по привычке. В последнем, вроде как эпичном бою, от обилия эффектов, молнии, частицы, вспышек просто пестрит в глазах, а желание вместить в каждый кадр как можно больше кораблей, взрывов и экшена просто насмерть убивает какой-никакой реализм. Концовка, полный слив всего, то есть даже каких-то потенциально интересных моментов и персонажей все слили, все запороли. Но на это, собственно говоря, плевать. Лучше пойду посмотрю Мандалорца. И если в девятом эпизоде хоть что-то хорошее, какие-то эмоциональные моменты, какие-то тонкие отсылки, какие-то интересные находки, нет, там вообще ничего, нет, ничего. Это просто пустышка. Ее можно посмотреть чисто ради зрелища, ну просто потому, что она есть, просто потому, что там хотя бы воюют на звездных мечах и присутствует какая-никакая игрушечная, мультяшная эпичность. Но по сути новая трилогия, теперь уже можно сказать про нее целиком, это полная пустышка. Это просто мыльный пузырь, который яркий, переливается всеми цветами радуги, но стоит ткнуть его иголочкой, он разлетится и ничего не останется, кроме дурного послевкусия и изгаженных судеб любимых героев. Потому что то, что сделали с Люком, то, что сделали с Ханом Соло, то, что сделали с Леей, господи, лучше бы вообще не снимать про них продолжение, взяли бы что-то абсолютно новое для сюжета, потому что теперь фактически в канон вписано то, что их судьбы закончились вот так позорно и никчемно. Грустно ли это? Да, для меня, как для фаната оригинальной трилогии и как человека, который нормально относится к приквелам, это крайне и крайне грустно. А на сегодня все. Огромное спасибо за просмотр, это было просто мнение, я записал его практически без сценария, поэтому прошу прощения за некую сумбурность, но если вдруг выпуск понравился, то поставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что думаете про новую трилогию и про ее эпическое завершение. Ну а с вами был Данил, канал Таганай, скоро увидимся, всем пока!